Эпоха постковид. Как вести бизнес между государствами в новых условиях? Об этом мы не только говорили сегодня в Алма-Ате, в Казахстане. Там открылась первая точка кипения за рубежом, пространство коллективной работы. В каких еще направлениях Россия и Казахстан могут активнее сотрудничать, обсудили сегодня глава агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева с главой республики Касам Жамартом Такаевым. Позже уже предметно гендиректор АСИ и министр национальной экономики Казахстана обсудили совместные направления работы. В частности, руководство республики очень интересуется опытом АСИ в вопросах совершенствования инвестиционного климата. Светлана Чупшева рассказала об инициативах АСИ, направленных на повышение потенциала российских регионов и принципах формирования соответствующего национального рейтинга. Министр национальной экономики Казахстана, в свою очередь, рассказал, что перед ними стоит стратегическая задача увеличить объем иностранных инвестиций до 30 миллиардов долларов в год к 2025 году. Проекты, которые мы реализовали в России в рамках национальной предпринимательской инициативы, это реформы, связанные по продвижению России в рейтинге Doing Business Всемирного банка, по работе с регионами в части, опять же, улучшения инвестиционного климата для предпринимателей. И здесь рассказала про инструмент, как национальный рейтинг инвестиционного климата в субъектах, который позволил нам за пять лет просто кратно сократить бюрократию, сроки на доступность к инфраструктуре, к подключениям, всевозможным разрешениям для предпринимателей. Ну и теперь подробнее непосредственно о точке кипения в Казахстане. Пространство открылось на базе университета Алматы Менеджмент Алма-Ю. Точка кипения создана при поддержке агентства стратегических инициатив и платформы НТИ. Она вошла в общую сеть точек кипения. В ней сегодня 115 площадок в разных регионах России. Резидентами пространства станут представители власти, бизнеса, университетов и научных организаций. В точке кипения будут кипеть дискуссии по темам, которые заинтересуют всех жителей города. Это образование, туризм и развитие городов, перспективные направления бизнеса, новые технологии. Как объяснили эксперты АСИ, на начальном этапе точка кипения в Казахстане может стать площадкой для развития новых методов профориентации молодежи. В целом, одна из задач – сделать университеты более открытыми, близкими, интересными, активными, имеющими большее влияние на развитие общества и экономики. То есть, чтобы функции высших учебных заведений стали несколько шире, чем просто обучение студентов. Это, конечно, очень хорошая возможность для российских технологических компаний, для российских технологических стартапов выходить на рынок Казахстана и работать с ним. Особенно компании-участники национально-технологической инициативы. Я бы сказал, что участники новых рынков, таких как, например, Эконет, для Алматы – это любые экологические вопросы крайне актуальны. Здесь очевидно, что есть очень большой потенциал. Решение в области образования, уровня школ, дополнительного образования, университетской подготовки, цифровых навыков. Первые посетители точки кипения уже поделились своими впечатлениями и планами на это пространство. Пригласили сюда довольно интересных специалистов с колес, с Prime Source. Это довольно топовые компании в Казахстане. В дальнейшем планирую попробовать здесь поработать, в каворкинг-центре. Возможно, будут какие-то идеи, разведем свой стартап. Считаю, идея довольно интересная. Я думаю, проект долгоиграющий, должно все получиться. Сам формат пространства коллективной работы «Точка кипения» был разработан и используется агентством стратегических инициатив с 2013 года. Это такие места притяжения идей, креативных специалистов, просто активных, неравнодушных граждан. В прошлом году, несмотря на пандемию, в точках кипения по всей России прошло порядка 13 тысяч мероприятий. Участие в них приняли свыше 600 тысяч человек. И сегодня же директор направления «Молодые профессионалы ОСИ» Дмитрий Песков и председатель правления Центра поддержки гражданских инициатив Казахстана, Лима Диас, подписали меморандум о продвижении социально значимых инициатив. Церемония состоялась как раз в точке кипения. Цель – соглашение, укрепление отношений и развитие дружественных связей между организациями стран. Такой формат будет способствовать налаживанию новых связей между государствами, что в эпоху пост-ковид очень актуально. ОСИ уже заявили, что точка кипения первая зарубежная, но будут еще.